Постановка любого диагноза начинается с проведения анализов в медицинских лабораториях. Как рассказали нам медики в Венсполской поликлинике, современные технологии позволяют определить некоторые показатели буквально за секунды. Раньше на это уходили часы. Первое, что при обследовании назначает врач, анализ крови. Во-первых, в лаборатории определяем клинический анализ крови, где определяется до 17 параметров. Но основные из них это три. Это гемоглобин, который показывает, анемия есть у человека или нет. Это железодефицитная анемия, чаще всего хронические какие-то заболевания вызывают анемию. В12 витамина тоже анемия, которая реже встречается. Проводится в лаборатории и биохимический анализ крови. Этот метод лабораторной диагностики позволяет оценить работу внутренних органов, получить информацию о метаболизме и выяснить потребность в микроэлементах. Один из показателей – это цирреактивный белок. Он неспецифичный воспалительный белок. Но при серьезных воспалениях первые 8 часов его повышение уже дает возможность судить о патологии в организме. И максимум он достигает при серьезно-бактериальных инфекциях где-то через 15-18 часов. Также важно исследовать уровень гормонов щитовидной железы, сделать печеночные пробы, определить уровень креатинина. В некоторых случаях врач назначает анализ мочи и кала. В государстве тоже есть программа колоректальных раков определения. И после 50 лет каждый человек может раз в год прийти в лабораторию, получить соответствующий тест, сам его дома заполнить, а мы здесь уже проявляем. И если есть положительные результаты, конечно же, дальше по программе государственный человек направляется на дальнейшее обследование. Ежедневно вся аппаратура тестируется, что позволяет избежать ошибки. Раз в год аппаратура проходит проверку международной организации LabQuality. В какой лаборатории сдавать анализы, пациент выбирает сам. Например, если в Венсполской поликлинике какой-то анализ не проводится, то его направляют в Венсполскую больницу либо в Ригу. Татьяна Саксаганская, Инжо Дзинч, Курзамское телевидение.